Приветствую вас. История, конечно, получилась довольно запутанной, то есть здесь свекла, и вы, и ваши родители, которые помогают и так далее. Вы знаете, причина ненависти свекла к вам, причина ненависти, это желание реализоваться через своего сына в отношении вас. То есть человек пытается, скажем так, продвигать свою линию поведения вашему мужу, так, чтобы тот вел себя как отец, тем самым реализовывал бы поведение именно своего отца. И тем самым, тем самым, ну, тешил самолюбие вашего свекла. Может быть, конечно, вы свеклу понравились, такой тоже может быть, и он хочет, чтобы вы вот жили вместе с ним, именно по этой причине. И вообще он воспринимает вас как, может быть, женщину, а не как жену своего сына, то есть свою дочь. Может быть, конечно, что отец просто пытается повлиять на своего ребенка, на вашего мужа, и влияет он на него вот таким вот не очень хорошим образом, да. Опять же, опять же, с этим мало что можно сделать, потому что, ну, свекл взрослый человек, и он взрослый, и его не переделать, на самом деле. Поэтому здесь вам я рекомендую не вступать в конфронтацию, ибо в этом нет ничего, ничего, сколько-нибудь конструктивного конфронтации с ним. Я бы рекомендовал вам, наоборот, с мужем разговаривать со своим, чтобы именно муж ваш какие-то вещи для себя понимал. Например, такие правильные вещи, что отца, допустим, слушать не надо, что отец, он, как бы, свою цель преследует, да, что у отца свое видение в ситуации, ну, и так далее, в общем. Другое дело, если ваш муж не может, другое дело, если ваш муж внушаемый, ведь отец имеет на него влияние, раз такая вот ситуация происходит. А раз отец имеет на него влияние, значит, это чем-то обусловлено. И вот именно то, чем обусловлено подобное влияние, и является основной причиной. То есть вы немножечко не в ту сторону смотрите, не в сторону, вы смотрите не в сторону того, почему шекер вас к вам относится, да. Вы смотрите в сторону того, почему ваш муж, мужчина, который должен вас защищать, мужчина, который должен вас оберегать и поддерживать, почему мужчина оказывается подвижен тому, что говорит его отец. Вот это момент. Это важный момент. Понимаете? Именно вот об этом и нужно думать, нужно думать, нужно будем разговаривать. разговаривать. У вас явно есть ресурсы для того, чтобы, ну, скажем так, для того, чтобы иметь диалог. Не упустите этот шанс, используйте его, но используйте правильно. А об этом вы не говорите. Далее, у вас очень много третьих лиц в отношениях. И ваши родители, и его, и шекер, и все, этого быть не должно. Желательно, чтобы вы жили только вы, и чтобы в вашей жизни вообще никого не было. И если муж не молит так, то есть он разрывается, как бы, между, например, вами и между своим отцом, значит, это его проблема. И опять же, если это его проблема, то с этой проблемой нужно что-то делать. Это не работает так, что всю жизнь, всю жизнь, значит, на две стороны жить. Так ничего не получится. Абсолютно. Тут нужно либо, чтобы мужчина решил для себя, что он вот делает так и точка, либо он думает по-другому, по-другому. То есть обособленность личной границы, забред кому угодно вообще, ну, как бы, влезать в наши отношения, вот. И диалог с мужем, почему он так от него зависим, от свекра своего, от отца. Что касается того, что, чего ожидать от свекра, то с этой, конечно, нельзя ничего конкретного сказать, потому что мы не предсказатели и будущее мы не предсказываем. Вот. Я думаю, что чего угодно можно ожидать, вам важно все-таки себя обезопасить. Вот. Это важно. А чего ожидать от свекра? Проблема решится сама собой, если у него не будет возможности влиять на вас и приедет, например, к вам в квартиру. Значит, ага, что касается него самого, а вот вы его ненавидите. Вот. И вот ненависть это уже ваша собственная проблема. То есть ненависть это то, что испытываете именно вы, ненависть это то, что чувствуете, опять же, именно вы, и, соответственно, ненависть это серьезно. Потому что, ну, во-первых, во-первых, ненависть это демонизация почти всегда, да, то есть по аналогии с идеализацией, только с обратным эффектом. Это демонизация, и во-вторых, это разрушение с неким, неким объектом, неким объектом удовольствия для вас. То есть смотрите, как получается, если мужчина, в данном случае свекор, вызывает вас ненависть, то получается, что он разлучает вас с чем-то, что вам важно, чем-то, что вам ценно. Что это такое? С чем именно он вас разлучает? Почему удовольствие, почему то, что вам важно, зависит от, ну, вот, от него, от свеклых, например, от вашего мужа, того же, например, и так далее. То есть, чем продиктован вот этот момент? Почему вы зависите от другого человека? Ну, допустим, муж внушаемый. Ну и все. Проблема ваша именно важна в чем? Вы вроде бы настроены довольно решительно, то есть говорите, что вам не нравится, давай разведемся, то есть в этом плане вы независимы. Но ненависть, с чем связана ненависть? Ненависть – это ваша личная собственная заинтересованность или личное собственное отношение. Нельзя ненавидеть секрет за то, как он себя ведет, потому что у него своя история, у него своя жизнь, и мало ли что с ним происходило, мы же не знаем. Вот. Но явно этот человек делает все эти вещи не из-за счастливой жизни. Я это, ну, я более чем в этом уверен, что счастливая жизнь здесь вообще ни при чем. А раз так, то главное для начала избавить себя от негативной реакции, от негативных эмоций, связанных с ним. Потому что там это так, вы отравляете сами себя, в первую очередь. То есть свекла, что он сделал то, что хотел, да, он свою позицию продвигает и, в общем-то, ему как бы хорошо. А вы переживаете, вы его ненавидите, и это плохо. Потому что ненависть, еще раз повторяю, в первую очередь, отравляет именно вас. Не его, а вас. И поэтому вот над причинами ненависти, причиной ненависти кроется именно вас. Самой. То есть где-то в вас есть эти самые причины ненависти. Что-то вас заставляет его ненавидеть. Что-то вас заставляет видеть в нем угрозу. На самом деле это человек, который просто вот пытается как-то быть значимым в жизни. И все. И то, что он вас задевает, то, что он вас задевает, это, в общем-то, довольно серьезная проблема. И не важно, что он делает. Вы пишите, что живете вы у моих, у ваших родителей. Большой, частный дом. И, собственно, очень может быть, что Фрекор, он просто-напросто завидует. Вот элементарная зависть. И все. Да, мы его приглашали, да. Но он вот считает, что вы лицемерка, например. И считает, что вся ваша семья лицемеры. И так далее. Ну и что вы его как-то будете пытаться переделать. Когда будете пытаться его поменять. Понимаете? Это невозможно. Человека поменять невозможно. Поэтому я думаю, что в этой ситуации вам нужно именно вот эту вот вещь понять. что человек, он обладает проблемами. Что у него есть противоречия, что у него есть неудовлетворенность, что у него есть комплексы, что у него есть зависть к вам, что у него есть конфликты внутренние и так далее. А с этого нет – это защитная реакция. Вот. Как вы думаете, вот почему человек, да, почему он, допустим, пытается через своего ребенка, через своего ребенка повлиять на вас, например, или повлиять на своего ребенка? Почему? Как вы думаете, что от хорошей жизни он это делает? Нет? Вы же понимаете, что адекватный отец, ну, счастливый отец, он не будет вести себя так. Например, The Flame, которого любит, например, которого уважает, которого ценит. Он не будет, он не будет так себя чувствовать. Потому что это уверенный в себе человек, а его сопер, сопер вашего мужа, человек в себе очень не уверен. И его просто-напросто, вот просто-напросто, его, ну, его, ну, его нужно. Скажи мне. Скажи мне. Скажи мне. Потому что он действительно достоин жалости. Он жалко. Он жалко выглядит, когда делает все эти вещи. Вы его пошлете, вы его постараетесь понять, постараетесь пошлеть, и все. И вы увидите, как быстро проблема перестанет быть проблемой. И именно его проблема, то есть проблема свекра. Вы увидите, как быстро проблема свекра перестанет быть проблемой. Вообще для вас. совсем, понимаете, но вашему мужу, вашему мужу, к сожалению, нужна помощь, потому что человек, он явно в себе не уверен, и у него явно есть проблемы с отцом, то есть, если он, как бы, с одной стороны, его защищает, да, пытается защитить отца своего, с другой стороны, он рассказывает вам о нем, какие-то вещи, значит, он, что, он не согласен, он не согласен, с тем, что, как себя ведет его отец, да, он не согласен до конца с тем, что он делает отец, вот, это хорошо, это хорошо, это значит, что у вашего мужа есть шанс, шанс освободиться от зависимости от отца, но это работа, работа над уверенными, в себе, над детско-радистическими отношениями, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, это работа, и эту работу можно сделать, можно выполнить, чтобы ваш муж вот так себя не вел, потому что, понимаете, даже если вы дистанцируетесь от отца, даже если вы дистанцируетесь от свекла, и даже если муж не будет с ним никак взаимодействовать больше вообще никогда, то потребность в том, чтобы кому-то прислушиваться, потребность в том, чтобы за кем-то идти, позиция ведомого, она останется все равно, позиция ведомого, она все равно будет, от этого никуда не держится, и я уверен, что вы не хотите, какого, для себя, для своего мужа, а если не хотите, то это работа, это работа вашего мужа, то есть важно все работать над нервностью, над изменением отношения к свеклу, причина нервности кроется в вас самой, а вашему мужу, ну и на работа над обреждением уверенности в себе и большее самостоятельность, то, что вы, значит, то, что вы купили, там, шампанское, там, вот это вот все, да, вот эти вещи, вот, то, что это произошло, проблему вы, скорее всего, подобным образом не решите, не решите, то есть это, на какое-то время только, проблему уберет, вот, и все, поэтому я думаю, что, вот так можно, можно ответить вам на ваш вопрос, на этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи!